Уважаемые гости, компания BuderLine приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации ERP управления холдингом и мы поговорим с вами про управление рисками. Вы видите на экране наши контактные данные, наши телефоны, наш электронный адрес, телеграм-контакты и, соответственно, адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гарлышева Галина, и мы будем очень благодарны вам за обратную связь, то есть если у вас возникнут какие-то вопросы либо по ходу нашей встречи, либо конкретно по вашему учету, по вашим бизнес-процессам, отправляйте любыми удобными для вас способами. Естественно, если, например, вы отправляете свои вопросы письменно, то мы не так ограничены по времени и сможем более подробно вам ответить на данные вопросы. Но, тем не менее, в любом варианте будем вам благодарны за обратную связь и за ваш интерес к нашим встречам. Как будет происходить наше взаимодействие? Мы будем на слайдах, как сейчас, показывать какую-то нормативную информацию, и будем переключаться на демо-версию вот таким образом, и, соответственно, уже на демо-версии смотреть то, о чем мы с вами поговорили. Теоретически, так сказать, будем какие-то конкретные вещи смотреть уже на практике, и, соответственно, будем снова переключаться на... Сейчас подвинем немножечко, и будем снова переключаться на наши слайдики. Так что... Вот таким образом. Напоминаю, что показываем мы на актуальных релизах. Посмотреть, какой установлен у вас актуальный релиз мы можем вот по такой пиктограммке сервиса настройки. И если мы здесь задерживаем курсор, то выпадающий меню нам позволяет перейти в информацию о программе. И здесь мы можем с вами увидеть информацию о платформе, то есть какой релиз платформы, и уже конкретно какая конфигурация, какой релиз у вас установлен. У нас, как вы видите, управление холдингом 3.2.3.5. То есть это не самый последний релиз, но актуальный. Так, и раз уж мы с вами зашли в сервис и настройки, хочу еще... Так, мешает нам одно окошечко. Вот. Значит, так сделаем. Хочу еще про одну вещь вам тут, которую мы можем вызвать через сервис и настройки, вам рассказать. То есть через сервис и настройки нам доступны средние, во-первых, о программе, а во-вторых, сведения о справочной информации и настройки вот такие конкретно. То есть если мы с вами здесь решили через это окошко зайти, так сказать, то мы можем в разделе параметры настроить и интерфейс, который мы видим, и, соответственно, некоторые добавить возможности, которые могут быть полезны на этапе настройки. То есть это работа с сервисом режим технического специалиста. Раньше он в других конфигурациях. Это все функции. То есть мы ставим здесь отмечку флажочек, и тогда нам доступна возможность переходить к справочникам, к регистрам. Ну, то есть дополнительно использовать инструменты, которые предоставляют этот режим. Значит, сейчас мы с вами отсюда выходим. Так. И возвращаемся к слайдикам. Итак, как будет сегодня строиться наша программа. То есть первоначально мы поговорим про настройки, которые необходимы, то есть про классификаторы. Соответственно, что мы должны запомнить и как это сделать. Потом посмотрим, что нам позволяет, какие инструменты нам предоставляет раздел настройки и раздел подраздел. управление рисками. Ну, соответственно, поговорим про сервисы, про настройки, про отчеты. Ну, то есть все, что касается практического, так сказать, использования этого блока. Итак, значит, мы с вами начинаем очень увлекать на путешествия. То есть сама по себе автоматизация процессов управления рисками умы будоража достаточно давно. Ну, и это на самом деле достаточно благодатная почва для творчества. То есть это управление рисками позволяет и эффективность увеличивать, и анализировать, где возникают риски, почему, то есть какие стратегические решения могут привести к возникновению рисков. То есть сам по себе процесс автоматизации можно представить вот такой схемкой, как вы видите на экране. Ну, естественно, первое, с чего стоит начинать, это с практического определения сотрудников, которые будут заниматься именно этим процессом, то есть управлением рисками, заполнением нужных классификаторов и так далее. И после того, как уже определены, так сказать, дежурные жертвы, уже можно заниматься настройками конфигурации и так далее. Сама по себе конфигурация позволяет использовать этот блок, ну, в таких программах, например, как управление холдингом 1S ERP, управление холдингом. То есть мы с вами рассматриваем именно взаимодействие 1S ERP управления холдингом и автоматизацию рисков, которые, соответственно, можно строить на основании этих программ, можно на основании других программ взаимодействия настраивать. Но нас на данном этапе интересует именно 1S ERP. Управление холдингом дает достаточно, ну, скажем так, достаточно структурированное понятие. Весьма графически заманчиво построена. То есть, например, вот если рассматривать вот такой слайд, то в этом случае мы с вами рассматриваем вот такую красивую пиктограммку. Это заполнение отдельных закладок по управлению рисками, по рискам, по инцидентам. Как вы видите, здесь и графическое изображение, и отсылка к паспорту риска. То есть это справочники, мы про него поговорим немножко подробнее попозже. Ну, то есть, видите, красивое визуальное представление достаточно сложных процессов. Сейчас мы с вами переключимся, а еще один слайдик посмотрим перед тем, как переключиться на темо-конфигурацию. Значит, у нас с вами в ERP основные подразделы. Ну, во-первых, собраны вот в интерфейсе такси. Созданы вот такие подразделы, и эти подразделы настраиваются в основном с использованием блока НСИ и администрирования. Вот он. Но некоторые моменты у нас с вами вынесены за, так сказать, привычные нам настройки. И в этом случае мы используем, во-первых, управление рисками к такому вынесенному блоку, относится к вынесенному модулю. Ну, естественно, вот казначейство, корпоративные закупки. Ну, то есть вы видите блоки, которые мы настраиваем отдельно, то есть не переходя в раздел НСИ и администрирование. Сейчас мы с вами вернемся к демо-базе и посмотрим на практике. То есть если при настройке, например, продажи, закупки, производства, мы используем мы используем администрирование и настройки. Как вы видите, вот настройка НСИ и разделов, то есть нормативно-справочная информация и разделов, и грубые настройки, так сказать, то есть активация каких-то функциональных опций у нас происходит через этот режим, то здесь у нас с вами про риски ничего нет, и настраивать мы его таким образом не можем. А вынесено это у нас в самостоятельный модуль. И, как вы видите, вот у нас модуль управления рисками, и когда мы переходим в этот модуль, у нас появляется возможность настраивать, во-первых, классификаторы. Если чуть-чуть задержим куртор на данной позиции, то возникает подсказка, что это такое. То есть риски, это у нас классификаторы рисков, инциденты, это события, которые реализуют риск, ну и, соответственно, при остановках на других пунктах, то есть мы видим, что это такое, для чего это используется, происходит. Поэтому при начале работы мы с вами должны создать, во-первых, классификаторы, и потом уже их использовать, допустим, классификаторы контрагентов, классификаторы, допустим, рейтингов, дополнительные блоки возможностей, то есть претензионно-исковая работа, это у нас рабочее место взыскания дебиторской задолженности, то есть виды попутной необходимой информации, мероприятия, которые создаются, то есть график создания мероприятий, и, соответственно, целый блок отчетов, которые мы можем посмотреть, которые не относятся к бухгалтерским, налоговым, ну то есть привычным отчетам, которые нам позволяют формировать другие подразделы, ну и, соответственно, какие дополнительные сервисные функции нам доступны, то есть все в компактном виде у нас вынесено, так сказать, до рамки НСРИ. Так, сейчас возвращаемся снова к слайдикам. И немножечко, скажем так, по поводу самого раздела управления рисками, систематизируем информацию. Ну то есть управлять рисками мы с вами можем, естественно, используя несколько методик, ну то есть это, во-первых, уклонение от риска, во-вторых, это принятие, осознание, так сказать, риска, диверсификация, ограничение, обеспечение, ну то есть вы увидите перечень методов, которыми мы можем рисками управлять, ну и, собственно говоря, самое распространенное – это уклонение от риска, и, собственно говоря, мы упираемся в то, что для работы с рисками мы должны определить типы рисков и, возможно, или невозможно от этих рисков уклониться или избежать их. Ну такие риски, как банкротство, как причинение, допустим, ущерба, риск преждевременной смерти сотрудников. То есть это риски, которыми мы, к сожалению, не можем управлять. И, в общем-то, такие риски даже частично не могут быть скорректированы. Но применяемый метод, то есть уклонение от рисков – это метод, который нацелен на то, чтобы не совершать операции, связанных с таким риском. То есть это существенные риски, и мы будем разрабатывать всякие разные методики мероприятия для того, чтобы уклоняться и не совершать операции, которые вызывают такие риски. Для того, чтобы мы могли работать с данным подразделом, мы, во-первых, определяем области риска, а во-вторых, у нас для такого случая, скажем, служат справочники, которые располагаются в системе риски. И мы с вами вот видим на картинке слайдик. Сейчас мы перейдем к нему уже в демо-базе. То есть как выглядит перечень рисков, то есть классификатор рисков, который можно создавать в системе. Ну, как образец мы посмотрим сейчас эти риски. Для регистрации и описания рисков существует справочник «Паспорт риска», где хранятся сведения о данном риске. И очень подробно описывается, в общем-то, сам риск, кто является собственником риска, связь с другими документами, соответственно, создание на основании риска дополнительных инцидентов, то есть событий, которые провоцируют возникновение риска. Ну и, соответственно, описание, из-за чего возникают данные риски, то есть причины и последствия риска. Сейчас мы снова с вами переключимся на демо-базу. И посмотрим. То есть вот у нас есть с вами риски. То есть это классификатор. Если мы переходим по этой ссылке, то, соответственно, мы должны изначально заполнить данный классификатор. И, соответственно, заполняется он путем создания. Томбочка «Создайте» у нас появляется создание риска. То есть мы заполняем паспорт риска. Но здесь, как вы видите, по умолчанию сразу ставится, проставляется статус. Статус мы можем выбирать, допустим, вот как у меня сейчас. То есть я еще не создала какой-то новый элемент, поэтому у меня статус «Черновик». А в последующем, когда я заполню нужные сведения, у меня будет на утверждение, например, утвержден, отправлен на уточнение, ну, в зависимости от того, что я сделаю с данным паспортом. И разные закладочки. То есть закладочка «Основные данные». Здесь я, соответственно, выбираю из существующих списков, то есть уже из заполненных сведений. Ну, какая вероятность? Высокая, средняя, низкая? То есть здесь эти вероятности я создаю самостоятельно. Это отдельный справочник. То есть через кнопочку «Создать» мне доступна вот такая функция. Естественно, я могу написать наименование текстовое. Как вы видите, это поле имеет красное подчеркивание, то есть оно обязательно к заполнению. Ну, и проставляю вероятность, какие на скидку бывают минимальные вероятности, максимальные вероятности и шкалы вероятности. Обратите внимание, здесь есть тематическая подсказка. То есть если мы используем вот этот вопросительный знак, то получаем тематическую подсказку, что здесь должно быть заполнено. Поскольку здесь у меня, как я уже говорила, красное подчеркивание, то данное поле обязательно для заполнения. Ну, в моем случае очень низкое, низкое, среднее. Вы можете заполнить пожар, все сгорело, все пропало. Ну, естественно, я утрирую, но, тем не менее, варианты это уже не какие-то законодательно установленные, а те, которые вы используете в общей практике, например, так, чтобы было понятно специалистам, которые с этим работают. Ну, вот мы выберем очень низкое. То есть мы выбрали вероятность. Проставляем оценку последствий. Ну, соответственно, если у меня низкое, то я могу проставить оценку, например, любимая оценка школьников. Двойка. Класс ущерба. То есть это у нас... Вот таким образом мы выбираем. И, как вы видите, это у нас дополнительный справочник, по которому мы можем оценить ущерб, возможный от этого риска. И, соответственно, выбрать... Мы выбираем вот так, поскольку у нас низкий показатель, то уровень риска низкий. И здесь у нас доступна вот такая пиктограммка, то есть настройки. И вот вы видите установки уровней риска. И, соответственно, в зависимости от того, какие мы задали параметры, создаются данные записи. И доступно здесь у нас вручное редактирование. Если мы делаем вот таким образом, выбираем из сводной таблицы нужную нам информацию. Так, возвращаемся снова к нашим настройкам. Как вы видите, наименование данного риска я тоже не заполняла, чтобы мы могли видеть, что здесь есть такое же красное подчеркивание, то есть красная пунктирная линия. Это значит, поле тоже обязательно для заполнения. Ну, естественно, выбор организации в шапке. Это как во многих других подразделах. То есть мы выбираем либо какую-то одну организацию, либо не выбираем организации. То есть в этом случае у нас поле может быть не заполненным. Тогда этот риск, этот паспорт риска будет действовать для всех юридических лиц, которые находятся в нашем холдинге. И здесь есть возможность проставлять отметки, чекбоксы. Учитывается при налоговом мониторинге. То есть напоминаю, что налоговый мониторинг – это взаимодействие с налоговыми органами, когда к вашей базе подключаются налоговые органы и проводят мониторинг показателей действий и так далее. И можем проставлять отметки, актуально или неактуально. На закладке «Дополнительно» у нас с вами есть вот такая информация, которую лучше, конечно, всего заполнить, но полей с красным подчеркиванием у нас нет. То есть программа сработает, и если вы оставите пустое поле, но, естественно, в этом случае у вас уже будет недоступен какой-то блок аналитики, который взаимосвязан с данными показателями. И поэтому, когда мы работаем с классификаторами или с введением нормативно-справочной информации, то лучше заполнять все поля, которые нам доступны. Тогда у нас с вами будет формироваться и автоматическая отчетность, и, соответственно, будут работать встроенные алгоритмы. То есть ЦФО мы заполняем, выбираем из справочника. Выбираем проекты, то есть это тоже справочник проектов. Сейчас мы с вами посмотрим. Проекты создаются в соответствии с теми, которые у вас для вашего холдинга. Например, открытие торгового центра, ввод в эксплуатацию склада или ввод в эксплуатацию какого-то дополнительного рабочего центра. Ну, то есть, соответственно, то, что вы используете в своей деятельности. Я вот выбрала проект открытия торгового центра. То есть, понятный, так сказать, понятный проект, который позволяет использовать конкретно управленческие понятия и данные оперативного учета. Ну, вот выберем с вами открытие торгового центра. Справочник проекции у нас позволяет тоже создавать дополнительные блоки. То есть, если мы создаем, то открывается выпадающее окно, и здесь мы заполняем текстовое поле, опять же, с красным подчеркиванием. У нас обязательно для заполнения. Ну, фантазия у меня не сильно работает. Мы записали наименование, и оно у нас появилось в справочнике. Теперь я здесь отсюда выбираю. И какую цель мы преследуем? То есть, создавая данные риски, то есть, создавая паспорт рисков, мы преследуем цели. То есть, у нас с вами выпадающее меню, где мы, опять же, заполняем нужные закладочки. То есть, пишем область анализа, название. Сейчас вот так вот сделаем, чтобы было видно. Значит, в этом случае эта информация относится к паспорту рисков, и мы задаем, соответственно, закладочки, ключевые факторы добавляем, что у нас будет влиять на данный процесс, и мероприятия, которые с этим связаны. То есть, например, организация каких-то маркетинговых мероприятий, размещения рекламных материалов, допустим, в ШМИ, на телевидении и так далее. То есть, сохранить изменения, да? А вот здесь программа ругается, поскольку текстовое поле должно быть заполнено. Мы не будем сохранять эту информацию. Мы с вами смотрели доступные действия, которые мы можем выполнить при работе с карточками рисков, с паспортами рисков. Так, закрываем. Нет, нам это не надо сохранять. То есть, я сохранила себе в качестве примера вот такие риски, паспорта заполненные. Ну, например, вот для многих очень актуальная проблема просроченная дебюторская задолженность. То есть, в этом случае я оценивала на закладке основную вероятность, оценивала класс ущерба, это тоже, что у нас отдельные справочники, что у нас учитывается в налоговом мониторинге, потому что налоговики контролируют риски возникновения просроченной задолженности. И, соответственно, область риска неуплата налогов или страховых взносов. Направление риска. Здесь тоже должна была быть выбрана соответствующая причина. Как вы видите, это дополнительный классификатор. Ну, это, допустим, обычные, ну, выберем, давайте, вот обычные виды деятельности. Соответственно, код налога, это классификатор у нас здесь присутствует, что у нас, какой налог, ну, пусть останется без изменений. Статья налогового кодекса, контекстная справка, то есть, по контекстной справке я выбираю вид деятельности АКВЭД, ну, я выбрала такой, чтобы сразу бросалось в глаза, чтобы было понятно, что это такое. Естественно, в вашем случае вы заполняете по своим регистрационным данным, то есть, какие АКВЭДы у вас существуют, например, розничная торговля, оптовая торговля, ну, в соответствии с регистрационными данными и, так, это мы сейчас сделаем, вот так вот закроем, и, собственно говоря, еще одна категория, это категория рисков. Ну, у меня задан общий риск и отраслевой риск. Выбираем общий риск, поскольку просроченная кредиторская задолженность относится ко всем видам деятельности и не зависит от, скажем так, направления деятельности, от отраслевой принадлежности предприятия. и текстовое описание, то есть, здесь мы пишем описание, которое можем дать данному риску, то есть, не выявлено в текущем отчетном периоде просроченная кредиторская задолженность со сроком просрочки более пяти лет. Ну, то есть, соответственно, заполнили закладочку основные, переходим к закладочке дополнительные, и здесь у нас вот с вами тоже дополнительные есть классификаторы и справочники. тип контекста, это у нас могут привести действия персонала, соответственно, типы основных рисковых событий мы с вами задаем таким же образом, заполняем справочник. Ну, могут быть действия персонала, то есть, не своевременное, не уделение времени для работы с дебиторской, допустим, с кредиторской задолженностью, то есть, одним словом, мы можем сформулировать это как действия персонала, допустим, наличие форс-мажорных обстоятельств и так далее. То есть, мы можем по ходу работы с каким-то конкретным паспортом рисков заполнять и дополнительные справочники и классификаторы, которые будем использовать, но, естественно, это не должна быть спонтанная деятельность, это должны быть хорошо продуманные и смоделированные ситуации для того, чтобы заполнить нужные справочники, нужные классификаторы. Центр финансовой ответственности, ЦФО, ну, в нашем случае я выбирала, ну, можно выбрать, допустим, Венера, я брала проект, я выбрала ангар из своего списка, то есть, у меня здесь три, как вы видите, проекта, открытие торгового центра мы с вами уже смотрели, здесь мы выбрали ангар 18, ну, естественно, можно выбирать и создавать дополнительно новые проекты, которые у вас существуют. И вот поле неявное, скажем так, то есть, не совсем сразу понятно, что такое проекция, и показать все, это у меня, мы с вами создали, вот когда мне не хватило фантазии на текстовое обозначение, я набрала просто набор букв, то есть, в этом случае я выбираю этот вариант, и здесь он у меня оказывается и цель, то есть, цель у нас это такой же классификатор, то есть, я точно так же могу создать цель и назвать ее, текстовое описание у меня будет подтягиваться вот в это поле. Ну и, собственно говоря, самые основные обычно действия, то есть, почему возник данный риск, и, собственно, что, какие последствия он вызывает. Ну, мы пишем, что недостаточный анализ сроков, соответственно, недостаточная классификация, то есть, мы не видим сразу, что наша аккредиторская задолженность перешла, допустим, в разряд просрочный, и мы не проводили инвентаризации, поэтому не видели сразу, и чем нам это грозит, то есть, до начисления налога на прибыль, потому что мы своевременно не предупредили возникновение такой ситуации, и при контроле налоговых органов нам это вот такой проблемой грозит. Кроме того, что у нас здесь есть дополнительные, то есть, вот есть три закладчики, которые мы с вами посмотрели, у нас есть верхняя панель гиперссылок, то есть, контрольные процедуры, что это такое, это у нас дополнительные справочники, и мы создаем, можем создать шаблон, а можем создать просто описание, что мы должны сделать, соответственно, проверить корректность расчетов расходов, то есть, проценты начисленные, еще какие-то штрафные санкции, реакция на инциденты, у нас здесь есть возможность переходить в справочник реакции, ну и, соответственно, заполнять их. Теперь переходим снова на наш слайдик, то есть, как вы видели, мы с вами походили по паспорту риска, где данные сведения мы уже либо создали, либо можем создать в процессе работы над паспортом риска, ну и, соответственно, описать причины и последствия, и что мы можем сделать в этом случае. Так, значит, следующий слайдик, который мне хотелось бы вам показать, это, собственно говоря, справочники, то есть, работа со справочником риска, в ней мы систематизируем информацию о том, какие виды рисков, когда возникают, можем группировать, то есть, создавать папки, например, риски, возникающие из-за нарушения алгоритма действий, алгоритма выполнения каких-то служебных обязанностей, а риски, связанные с внешними факторами, то есть, например, контрагент попал под риски, связанные с военными действиями, например, с экономическими санкциями, с конкретным договором, то есть, например, при реализации договора открытия торгового центра мы не учли риски, связанные с требованиями СЭС, и, соответственно, у нас в связи с этим возникли вот такие-то конкретные обстоятельства. Естественно, этот справочник может использоваться в процессах управления, то есть, составления бюджетирования, составления планов, составления каких-то инвестиционных решений, то есть, сколько мы хотим вложить в реализацию, например, предотвращения рисков, связанных с санитарной специей, то есть, какие мы должны разработать мероприятия, например, повесить стенд с огнетушителем, или, соответственно, оснастить места общего пользования в нашем торговом центре каким-то дополнительным оборудованием. Ну, естественно, когда мы работаем с вами такими, скажем так, не конкретизированными и нерегламентированными аспектами, или, скажем так, разделами, то есть, мы учитываем при планировании, например, обеспечения материально-техническими средствами, то есть, оборудованием, сырьем, ТМЦ, составлением бюджетов, то есть, какой бюджет выделяется на содержание мест общего пользования, например. И, соответственно, поскольку у нас составлен бюджет, мы уже можем принимать инвестиционные решения, что связаны с этим конкретным проектом, и с этими конкретными рисками. Ну, это вот на этом слайде, мы с вами смотрим как раз паспорт рисков, то есть, то, что мы уже с вами на практике посмотрели, то есть, заполнение закладочек и вот наша верхняя панель, панель гиперссылок, которая позволяет нам переходить на другие настройки или выбирать из других настроек. Значит, снова переключаемся с вами на слайдике. так, мы пока закроем паспорт риска. Нет, не надо нам сохранять, то есть, вот у нас два наших паспорта, созданные по паспорт рисков, и сейчас мы с вами снова переключимся на сам раздел. И здесь у нас от управления рисками еще один справочник, то есть, справочник событий, инцидентов. Если мы используем переход, мы попадаем с вами вот в такой список, то есть, рабочее место, и здесь у меня уже создан инцидент. Как вы помните, если мы останавливаемся на данном пункте, то в этом случае у нас появляется подсказка, что такое инцидент. Это события, которые реализуют риск возникновения той или иной ситуации. То есть, события связаны напрямую с паспортом риска, который заполняется, мы заполняли в предыдущем рабочем месте. Значит, возвращаемся снова и посмотрим, что у нас здесь есть. Возможность, какая информация нам потребуется для работы с этим инцидентом, то есть, с этим событием. То есть, я взяла созданный уже у себя риск просроченного возникновения просроченной кредиторской задолженности. То есть, как вы видите, здесь мы выбираем из уже имеющихся паспортов рисков, выбираем необходимый паспорт, выбираем организацию, для которой будет действовать этот инцидент, ЦФО выбираем, проект выбрали, то есть, у меня проект открытия торгового центра. И я выбрала контекст, то есть, в данном случае действия персонала, поскольку это у меня была одна единственная возможность выбора. Сейчас мы вот так сделаем. Вот, то есть, если посмотреть общий список, то, соответственно, в вашем случае вы создаете свои типы рисковых событий и выбираете тот, который вам в данном случае необходимо использовать. то есть, закладочка данные об инциденте мы заполняем все доступные нам поля путем выбора из уже созданных справочников. Ну, и, естественно, оценка прогнозного ущерба задаем минимальный и возможный, максимально возможный процент и текстовое описание, что, например, просроченная задолженность возникает в случае недобросовестного выполнения конкретным бухгалтером Ивановым своих обязанностей по контролю за должности. И какие могут быть реакции, соответственно, какие мероприятия мы можем предусмотреть для влияния на данный инцидент. Соответственно, превентивные, то есть, предупреждающие развития данной ситуации, данного инцидента и задаем параметры, то есть, когда мы должны произвести такие действия, какие могут быть затраты, то есть, вызвали Иванова на ковер и затратили время для участия в разборке недобросовестной работы, например, главного бухгалтера, финансового директора и так далее. Общие затраты составили фактическое выражение это затраты на оплату труда данных сотрудников и соответственно, я сильно утрирую содержание данных справочников, но, тем не менее, чтобы осталось в памяти, мы заполняем данные сведения, заполняем закладки, заполняем в какой стадии находится данное мероприятие, что конкретно подразумевает данное мероприятие, кто участвует, то есть, тот же главбог и финансовый директор, например, ну, то есть, заполняем все доступные нам сведения и здесь на статус выбираем, в этом случае у нас, пока я работаю с этим справочником, это черновик, в последующем в соответствии с ситуацией, например, утвержден мое мероприятие, находится в процессе выполнения, приостановлено, ну, то есть, выбираю необходимый мне статус. Так, это мы с вами посмотрели и на самом деле у нас с вами остался один раздел, который мне хотелось бы, чтобы мы успели с вами посмотреть, управление рисками, на самом деле мы не успеем, к сожалению, подробно посмотреть, но по аналогии, то есть, у нас категория доходности, кредитные рейтинги, дополнительные справочники и классификаторы, и нас с вами будет интересовать блок отчетности. Хочу остановиться немножко подробнее на кредитных рейтингах, то есть, мы создаем журнал кредитных рейтингов, соответственно, перечисления, и потом при работе с конкретными контрагентами мы можем отнести их, допустим, к определенной группе кредитного рейтинга и к этой группе привязать, например, что если у нас предприятие относится установить, сейчас сделаем таким образом, установить, что холдингу или предприятию установлен кредитный рейтинг, и этот кредитный рейтинг позволяет, например, отгрузку с срочкой оплаты, отгрузку в каких-то определенных объемах, ну, то есть какие-то преференции предоставить в зависимости от назначенного кредитного рейтинга, ну, например, кредитный рейтинг у вас может быть настроен на основе добросовестности, показания, добросовестности, отсутствия арбитражных дел на еще каких-то показателей, ну, то есть, соответственно, вы назначаете кредитный рейтинг холдингу и предприятия, которые входят в данный холдинг или в данную группу предприятий, в партнеры, соответственно, эти показатели могут распространяться на всех членов данных, например, объединений данных партнеров, и вы можете к юридическим лицам, которые входят в состав холдинга, назначать соответствующие ценовые группы, соответствующие, например, соответствующие преференции, например, скидки или применения каких-либо видов индивидуальных цен, то есть, например, цены видов для VIP-клиентов, ну, то есть, таким образом, и у нас здесь с вами есть шкалы кредитного рейтинга, то есть, как мы видели в предыдущем окошке, я показывала, они у нас отображаются вот таким образом, и, допустим, я могу создавать новую шкалу кредитного рейтинга, и потом при назначении уже конкретных конкретных видов кредитных рейтингов, то есть, вот у меня установка кредитных рейтингов, я создаю новую запись, и, соответственно, из шкалы кредитного рейтинга выбираю нужную мне позицию, и добавляю, допустим, пусть это будет Сибербанк, и добавляю дополнительно сведения, к сожалению, мы не успеваем уже более подробно посмотреть, так, и сейчас переходим с вами к разделу по отчетам управления рисками, и здесь у нас, как вы видите, достаточно много отчетов, которые доступны, именно в этом блоке, ну, во-первых, это стадии мероприятий, которые мы с вами планировали при работе, при заполнении инцидентов, ну, естественно, один из самых популярных отчетов, это анализ рисков, ну, вот я, чтобы у меня немножко хоть сформировалось, выберу побольше период января, вот так и сформирую, то есть в этом случае у меня формируется отчет, вот такой вид имеющий, и где я могу оценить вероятность того, что у меня возникнет данный риск, вероятность того, что у меня возникнет другая ситуация, вот вы видите, и здесь у нас доступно, если мы заполнили как бы полностью информацию в паспорт рисков по инцидентам, то здесь у меня доступна информация, если возникает вот такой риск, как я должна отреагировать и какие предупредительные мероприятия сделать, чтобы не допустить, чтобы уклониться от этого риска, ну, либо уже если все произошло, то во сколько мне это обойдется, и, соответственно, что я должна сделать для профилактики такого риска. Ну, и, как вы видите, здесь идет расшифровка показателей, то есть это уже конкретно управленческая отчетность по данному блоку, то есть позволяет оценить вероятность возникновения тяжеств последствий и, собственно говоря, достаточно наглядно информирует про конкретные риски, которые мы с вами задали вот в этом разделе. Ну, еще интересный чисто с психологической, наверное, точки зрения отчет, который, собственно говоря, связан с расходами на ликвидацию, то есть денежным выражением, ну, то есть какие мы планируем затраты и какие у нас де-факто были произведены. Обычно, конечно, фактически затраты гораздо выше плановых бывают, но, тем не менее, вот такой отчет мы можем делать. И здесь, в этом блоке нам доступна одна очень интересная функция, на самом деле не одна, конечно, значит, вот мы с вами снова выбираем управление рисками, и здесь достаточно практическая работа, которая нам позволяет работать с претензиями, то есть, если можно, так сказать, достаточно виртуальная работа с рисками, с паспортами рисков, с инцидентами и практическая работа, то есть, если у нас возникла просроченная задолженность, то есть, например, предприятие не оплатило своевременно, но еще не перешло в разряд рисков, что это уже конкретная просроченная задолженность просроченными сроками взыскания, то в этом случае мы можем составлять претензии, составлять естественно план работы с данным должником, ну и, соответственно, учитывать, какая у нас была переписка, обмен документами и так далее. То есть, претензии мы можем составлять конкретные документы, ну вот, например, у нас в качестве примера создана претензия, то есть, например, в связи с нарушением качества поставляемых товаров, то есть, предъявляем претензии, как мы с вами помним, для предъявления претензий существуют определенные строки и, соответственно, описываем, что было конкретно, какой конкретно случай произошел, описываем позицию, которую мы выявили, например, при контакте с контрагентами и, соответственно, заполняем данные, которые нам на текущий момент доступны и, например, была подана претензия, проведены переговоры, претензии вынесены какие-то корректировки, то есть, с чем-то поставщик согласился, с чем-то не согласился и какие мероприятия были произведены для урегулирования этого конфликта. То есть, если у нас будет следующий этап, то есть, например, подача искового заявления, то здесь мы можем использовать дополнительно справочники, то есть, досудебная, например, эта работа была или уже конкретно подали заявление в суд, то есть, имеется конкретное судебное решение, то есть, уже суд отработал данный инцидент и вынес какое-то обязательное решение. Если мы используем, например, вот в качестве примера используем факторинг, в этом случае у нас судебные истежки, скажем так, ну, не запомнили здесь, то есть, при передаче права требования за должности конкретному юридическому лицу, например, банку, в этом случае у нас будут определенные законодательством действия, которые может применить наш фактор или, например, все мы досудебные средства использовали, провели переговоры, то есть, отправили претензию, предпретензионный, скажем так, блок, провели переговоры, и мы после этого пришли к общему решению и закрыли данный конкретный инцидент. То есть, это очень удобный блок, на самом деле, в конфигурациях 1С претензионной работе, к сожалению, уделено очень мало внимания, то есть, в других конфигурациях, например, просто ERP, там у нас ограничивается возможностью создания доверенности и сохранения доверенности в печатной форме самой конфигурации. Здесь, как вы видите, расширенные возможности работы, именно претензионной исковой, и, в общем-то, позволяет не только сохранить документы, но и сохранить историю работы с этим конкретным контрагентом, с которым у нас возникла конфликтная ситуация, и использовать управление рисками, то есть, например, процент ожидаемого возврата долга, но не уверены мы на 100%, что у нас будет в досудебном порядке возможность получить 100% долга. ну и, соответственно, если планировать, то следующие этапы, когда у нас может потребоваться уже привлечение внешних сотрудников, внешних специалистов, например, привлечение адвокатов, привлечение каких-то специалистов на оплату услуг, которых нам потребуются деньги, ну, то есть, уже существует взаимосвязь и возможность провести сейчас мы с вами подвинем вот так, а то здесь у нас так, на основании созданной претензии мы можем, во-первых, претензию изменить, то есть, если с чем-то согласился, например, должник, или изменить этап, то есть, мы планировали, что нам придется участвовать в слушаниях, в судебных разбирательствах, а в итоге пришли к мировому соглашению и, соответственно, изменили этапы. И мы можем менять статус, то есть, как вы видите, у нас здесь статус, допустим, на согласовании, на согласовании с руководителем подразделения, с руководителем финансовой службы руководителем, например, генеральным директором, то есть, доступны такие удобные дополнительные функции. И еще один момент, который мне хотелось бы обязательно застронуть, это мы с вами посмотрели претензионную исковую работу и отчет работы по претензиям. в этом случае вот она наша претензия, которая у меня была создана. Я буду увидеть в общем отчете перечень моих претензий, поданных и находящихся в рассмотрении, и я вижу полностью отчет, что было проделано, какой результат достигнут, и, например, другая претензия будет, например, отклонена или окончание претензионной работы. Ну, то есть, соответственно, результаты нашей деятельности вот по данной конкретной ситуации с данным конкретным риском. На этом разрешите, к сожалению, мы уже вынуждены заканчивать нашу встречу, потому что наше время уже истекло, так сказать. Снова мы с вами вернемся сейчас в наши слайды, и я хочу вернуться к первому слайдику, который содержит наши контактные данные, напомнит вам наши контактные данные, ну, и, соответственно, телефоны, телеграм-контакты, адрес сайта, и напомнить, что мы будем рады и благодарны вам за обратную связь, ну, и надеемся, что наши встречи продолжатся по вашим откликам, собственно, какие темы вам хотелось бы прослушать, и разрешите предложить вам сотрудничество, надеюсь, что взаимовыгодно, у нас очень богатый опыт, многолетний по внедрению, по доработкам, по настройкам программного обеспечения 1С, так что милости просим, будем рады оказаться вам полезными, и на этом разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание, всего доброго, хорошего дня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok